Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, кто посетил, друзья, которые находятся далеко от нас, но вместе с нами, в общении пред нашим Господом. И перед нашей общей церковной молитвой я желаю поделиться местом Священного Писания, которое записано в Послании к евреям, 3 глава. Здесь апостол пишет о превосходстве Иисуса Христа над Моисеем, который был вождем народа израильского. Это он говорит народу израильскому, евреям, которые знали прекрасно историю народа, и им направлено было слово. 3 глава, прочитаем с 5 стиха. Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня, говорит Бог, отцы ваши, испытывая меня и видели дела мои сорок лет, «Поэтому я вознегодовал на онный рот и сказал, непрестанно заблуждаются с сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, когда можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца, пока говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточитесь сердца вашего, как во время ропота». Бог работал с народом израильским, и через Моисея Он вывел народ свой, и 40 лет Он работал с ними. Но Бог, они своими поступками, они настроили Бога, что Бог отвернулся от них, и Он в гневе произнес, что они не войдут. За что они не войдут? 19 стих говорит, «Итак видим, что они не могли войти за неверие». Они верили в Бога. Они видели Его реально, днем и ночью видели чудеса, которые творили, но они не доверяли Ему. Они проявили неверность по отношению к Богу и отступили от Бога. Отступить от Бога, то есть сделать шаг в сторону. Это прообраз. Здесь апостол пишет к евреям, те, которые жили, это был порядка где-то 63-й год от Рождества Христова, во время, когда Иисус, Бог через Иисуса Христа говорил к народу своему три года, и потом говорил через апостолов, «Но они и сына казнили на кресте Голгофском, и пророков побили камнями, обезглавили, повесили вниз головою и слова не приняли». Прошло еще 40 лет от того, когда Бог говорил новому Израилю, сыне Своем, в апостолах, и Бог исполнил. Иерусалим был разрушен, храм разрушен в 70-м году. Ожесточение. Ожесточить сердце, значит, сделать таким жестким, каменным, куда даже вода не проходит, а сделать мягким, то есть, в которое вода легко входит. Слово Божие – это вода жизни. «Народ ожесточил сердце свое, не принял слов Бога через Моисея, не принял слов от Бога Иисуса Христа и через Его пророков, слово, которое Он оставил для нас, которое есть слово от Бога. Но эти слова написаны не для того Израиля, не для тех евреев, которые жили во время Иисуса Христа и после них. Оно актуально во все дни церкви на земле. И для нас, жителей Нового Завета, для нас, когда мы живем в период формирования церкви, слово также направлено с 12 стиха, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Это слово направлено сегодня, дорогие братья и сестры, к нам, «Чтобы в ком не было сердца лукавого и неверного, дабы не отступить от Бога». Есть опасность во все времена жизни, это происходит от ожесточения, обольстившись грехом. Дух Святой работает во всей вселенной и призывает ко Кресту Голговскому, где Бог дает новую жизнь, начало духовной жизни, здесь на земле и продолжение вечности. Бог работает с детьми своими, наставляя их, чтобы кто не отступил от Бога, не отошел, не ожесточил сердце свое, обольстившись грехом. Слово такое, я думаю, наверное, из детей, молодежи не все понимают, «обольстившись грехом». Помните Еву? Она обольстилась, дьявол обольстил ее, то он обманул, он ей показал красиво, если ты плод возьмешь, то будешь как Бог. Ей это понравилось. И сегодня дьявол, он тот же самый, только в другом плане работая, он обольщает людей и старается обольстить детей Божиих, привлечь, показать красивым. А потом, когда человек садилает, когда приступит, это приходит горечь, разочарование и отступление от Бога. Господь работает в жизни нашей, и вот один из противоядий, чтобы человек не обольстился грехом, не ожесточился, а был послушен Богу, есть наставление. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне. Это прекрасная сила дана нам, дорогие братья и сестры. Это не достояние только пастора церкви, когда говорит проповедь. Это не только во время богослужения в повседневной нашей жизни, когда наша сестра Галина Стефанович осталась вдовой, проводила мужа своего. Это время особых переживаний. И одна из тех, которые посетили ее, это сестра, по вере, старец, которая имеет опыт несколько десятков лет жизни, вдовой оставшись. Она пришла, посетила. Я думаю, вот это и есть вот наставление. Поделиться тем, что есть в сердце твоем и передать ближнему твоему. Наставление – это когда от сердца к сердцу можем разговаривать. это благо. Это сегодня на богослужении у нас будет слово наставления, слово назидания, и оно будет направлено ко всем. Важно, чтобы нам не ожесточить сердце, чтобы оно было мягким и принять слово. Почему был народ ожесточен? Потому что он не хотел слушать слово Бога и не хотел исполнить его. Дорогие друзья, сегодня будет говориться слово из этой книги. Сегодня брат будет говорить проповедь. Оно будет направлено ко всем людям. Может, среди нас есть те, которые еще Богу не принадлежат. Это слово будет направлено ныне, когда услышите голос его. Не ожесточите сердце вашего. И оно призывает к покаянию, к началу новой жизни. Знаете, Бог работает в сердце, и Он работает через разум человека. Если вы давно знаете Слово Божие, давно знаете, что на кресте Голговском был распят Сын Божий, и Он может стать вашим Спасителем. Не ждите голос с неба, не ждите грома с неба, а прислушайтесь к нежному голосу в сердце вашем, через разум ваш, когда Дух Святой призывает к покаянию. Ныне это сегодня. Ныне это когда можно еще спастись. Ныне, когда можно ответить на призыв Господа. И он происходит здесь в сердце, через разум. Быть может, сегодня это ваш день. Быть может, вы с нами сегодня. Быть может, вы далеко от нас, но в нашем общении. Это можно сделать на расстоянии. Нужно обратиться к Богу. Молитвы покаяния это начало новой благодатной жизни, которая никогда не закончится, которая прекрасна здесь и будет в вечности, потому что Он, мы соделались причастниками Божеского естества. Мы наследие Его. Слово направлено оно не только тем, кто еще не приблизился к Богу. Оно направлено к нам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, кто знает Бога, кто идет за Ним. Слово Божие наставляет нас каждый день, чтобы мы могли духовно возрастать, чтобы мы могли преображаться в образ Его, чтобы те качества, те плод, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, они в нас возрастали. А чтобы плотские дела, мысли наши, слова, поступки, они были распяты на кресте Голговском, чтобы они не имели в жизни нашей места. Господь работает в нас, и Он сегодня будет говорить слово. Я верю, и это слово будет направлено ко мне, к вам. его можно не принять. Я понимаю, это ожесточить сердце. И слово, которое будет говориться, это не ко мне, я не хочу принять. Часто мы не принимаем, потому что я не хочу принять. Пусть оно будет открыто, сердце мое, и слово это будет для меня сегодня. Не важно, кто говорит, а вот пастор будет говорить, к кому оно направлено. Я понимаю, в первую очередь к нему направлено, потому что благо, когда оно исходит из сердца, в разуме, подготовлено, оно в первую очередь обличает или связывает меня, говорящего, потом всех слушающих. Сегодня будет пение, стихотворение, где будет говориться слово о Господе нашем. Я верю, оно несет назидание, это цель всякого стихотворения и песнопения духовного, чтобы оно нанесло назидание, наставление. И в этом, дорогие братья и сестры, будет зависеть от меня и от тебя. Открой ли я сердце и буду смотреть не на того, кто говорит, а что говорит и приму ли. Это будет зависеть от меня и от тебя. Поэтому слово короткое перед нашим богослужением, когда будет говориться, возвещаться слово о Христе. Когда услышите голос Его, не ожесточите сердце вашего. Аминь. Помолимся? о Христе. Его создав способа тер ثر